девчонки мальчишки всем большой привет и сегодня у нас с вами будет знать что профессиональный пилинг в домашних условиях я выходная сегодня второй день к счастью такое счастье вообще быть выходной и вот так ладно не отвлекаемся я выходная сегодня завтра мне на работу и у меня уже какое-то время лежит вот такая маска от корейского бренда люксовый корейский бренд starskin эту маску я показывала в одном из своих роликов в покупках от ревгош и сейчас поближе покажу и лежит эта маска я вот думаю чего бы она лежала у нас просто так да ее же надо использовать в конце концов у каждого продукта есть срок годности меня она заинтересовала поэтому давайте я хочу сейчас сделать тем более честно очень редко делают пилинги скажу вам я в основном использую все-таки обычную эксфолиацию то есть чем-нибудь частичками частичками разными а вот именно кислотные пилинги а здесь кислотный пилинг я использую мне кажется вообще честно раза два в своей жизни поэтому начнем сейчас прям это узнаете какой прикол тут я вот эту вот маску тот прошлый раз открыла показать вам вот так чтобы красиво вы посмотрели как внутри вот так но здесь написано все по-английски и слава богу по-французски и хоть я не прям специалист прямо скажем да но по-французски кстати вы сейчас послушайте как я читаю по-французски иначе мы с вами не справимся и не поймем как все это делать английский у меня был в школе в институте был английский но это было так давно ну сами понимаете да ха 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 но французский все-таки пришел в мою жизнь поздней поэтому я бог мне и французский язык в помощь погнали буду читать по-французски но и повеселю вас заодно на 5 секунд здесь сидит птичка а то я смотрю тут синяя голова торчит и вы не поймете что это такое а этот вдруг вы подумаете мои носки в батарее торчат но нет это птичка такая садовая птичка просто я ее вот почему-то посадила в батарею она у меня здесь одна там другая здесь нет одна сломалась которая там значит у меня теперь это одиночка осталось это синяя птица моей удачи моего еврейского счастья погнали насчет маски пилинга читаем по-французски что нам надо сначала сделать и так анфузе дисси дакцид манделик пур и эксфолиа сьём профессионель сам поле и он тут секурите афер аля мизом значит так из всей этой длинной фразы я понимаю только одно что вот этой палочкой да вот этой палочкой надо будет сейчас посмотрю так эту миндальную кислоту для эксфолиации для профессиональной эксфолиации в общем короче говоря мы с вами сделаем этой палочкой простую эксфолиацию миндальной кислотой дома так в общем поняли так а баз до манга амере это значит горький орех в базе горький орех ну кислота миндальная ну наверное верно пока перевожу горький орех так и ласиды манделик of он пилинг супер фи си супер фи си ель еще и без очков ки и плю ду кетту лезет пилинг о аха но ребята тут эту фразу по-моему я практически всю поняла значит здесь они говорят о том что вот эта горькая кислота миндального ореха которая в основе лежит этого пилинга оффран пилин супер фи си ель предлагает поверхностный пилинг ки плюду который плюду кет ту лезет пилинг о аха который наиболее мягкий из всех других а х пилингов а х кислот и а я пока молодец формуле и а век и не концентрацию ади пурсом аксида асиды манделик со своим эксфолиан дон де а из ульта спектакуляр и так а тут говорится что формуле а век и не концентрация значит формула 10-процентный вот этой кислотой миндальный со со некс фу эксфолиан донеда результата дает вот этот эксфолиативный пилинговый уход и результат спектакуляр знаете как видимый результат вот такой отличный значит результат который вы сразу увидите вот так спектакуляр вот так такой я так перевела дальше мы сейчас быстренько просто по хихи над моим французским да и все а я заодно потренируюсь правда так и так как это работает они пишут как это сделать и так лясит манделик диссуле матьях мы сейчас как-то усилил убыстрим ся и жерно колонцы в лапо пуглёв и барас до силу и мух и так ребята и акселера и до рену вельма селью лех афаном давать и не по плюду с плюс и кла и плюс и килибре в общем они говорят о том что вот эта миндальная кислота в общем очень легкому материал очень легко как бы как прилипает к коже чтобы убрать избавиться от силюль мохт это от мертвых клеток наших и возобновить работу усилить работу или разбудить работу наших клеточек новых для того чтобы сделать кожу плюду с очень мягкой но наиболее мягкой еще более мягкой плю и кла там это я слава богу разумею сияющий и еще более и килибре это сбалансированный или экилибр и калибр поняли да наверное как-то так и килибр и сбалансированный что ли не очень поняла это прилагательное в данном контексте но очевидно у меня знаний просто не хватает правильно перевести но я как-то так перевела и так а по поводу того что здесь у нас вот из чего у нас что еще сюда входит это листья капусты это какие-то ягоды знаете чего ягоды лимонника и жанжамбр это корень же россии должен жанжамбр это я знаю что такое это корень жанжамбр это вот имбиря корень имбиря так ну и давайте приступать я в целом понимаю как это все делать давайте сейчас только сейчас с вами разберемся как вот тут у меня еще заклеена сейчас мы отклеим с вами вот эту штучку чем бы нам отклеить какую-нибудь кисточку возьмем попробуем просто кистью за не менее кистью не выходит хорошо братья корейцы клеют сейчас 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 попробуем ногтями как-нибудь итак я ее открыла смотрим что внутри вот это зафольгированная сама маска так вы должно быть инструкция или или описание бренда или инструкция или все это вместе сейчас посмотрим это это так и и и и давайте еще что они пишут для маска и так и 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 который позволяет эвакуироваться от активов. Это увеличивает процесс экскурсии, и увеличивает пенетрующую сирену экларирующую, и эффективно от активов анти-âge, для феи, до калей и метиоприд. Что это метиоприд? Я не знаю, но я понимаю. Я поняла следующее, что это алюминиевая маска, создает эффект сауны, это, знаете, о чем говорится, что она так аккуратненько, легенько, как греет, что ли, подогревает, создавая внутривидный эффект сауны. Про процесс эксфолиации, все понятно. В общем, вещества остаются полезные внутри, не пропускается вот это вот все снаружи, туда вот наружу, да, не уходит. Что делает процесс эксфолиации более глубоким, работающим. так вот, да, инфузе, дезактив, анти-âge. В общем, вот эти вот как раз листья капусты и видно, судя по всему, все остальные составляющие анти, которые работают на наш анти-âge, да, чтобы мы были красивы и молоды завсегда. Так, вот благодаря вот этому материалу, этой масочки. Давайте уже наконец это вскроем. Я покажу вам вот так, как она выглядит вот здесь. И еще раз покажу вот здесь. Насколько я понимаю, сейчас метнусь за ноженками, секунду. Так, сейчас. Давайте аккуратно просто будем вскрывать вот так вот, чтобы если какая-то здесь еще какой-то текст, то я бы его постаралась хотя бы перевести вам. Ну, на вам, нам, нам с вами, вам, да. Не вам, а нам. О, так, а почему? Сейчас мы посмотрим, почему у нас тут не режется. Не открывается, вернее. Надо было немного разрезать. Вот почему, судя по всему. Нет. А, все понятно, потому что здесь вот сыворотка достаю. Так, давайте мы разберемся, как сыворотка открывается. Потому что мне ее надо открыть и нанести. На 10. Нет, я, по-моему, протираю ей просто лицо. Пока у меня ни одной мысли, как вот это сделать. Там, наверное, нарисовано. Так, тут мы открыли. Я не могу открыть вот вторую часть. Сейчас. Вот открыла. Так, здесь просто маска во второй части. Все. Две части. Здесь вот эта сыворотка. Здесь сама маска. Слушайте, теперь у меня просто... Здесь еще написано, что здесь 70% вот этого листьев капусты. Листьев капусты. Видно, какой-то бомбезный прям эффект от этих листьев капусты. Все. И здесь я увидела, как этот колпачок надо просто отломать. Давайте ломать вместе. Ой. Ой. А, все понятно. Так, ребята. Извините, если это будет очень долгое видео. Я попытаюсь максимально, если что, убрать, урезать все это. Так. А лицо-то надо очистить сначала. Да. Давайте я его протру. Я приготовила мицеллярку специально от эмбриолиз. Быстренько мы сейчас с вами очистим мое лицо. Все-таки у меня там дневной крем и все остальное. Да. Мой утренний уход. Сыворотка. Дневной крем. Крем под глаза. Поэтому мы сейчас быстро... Хотя они пишут, надо избегать области вокруг глаз. Когда я сейчас буду... Ну, это естественно с кислотой, да. Немножко я побаиваюсь. Еще я прочитала, чтобы не загружать вас своим французским языком. Я еще прочитала в описании, как делать, какой эффект и вообще, как делать вот эту маску. Там написано, пока буду кислотой... Ого! Смотрите, какой здоровый спонж, да? Буду в зеркало смотреть и делать и рассказывать вам. Там написано, что я этим спонжем протираю все лицо. А жидкость-то там есть на спонже? Да, вроде бы есть. Как-то так... Ну, у меня может лицо... А, надо было высушить его. Ну, оно почти сухое. Ничего страшного. Думаю, не критично. И еще в этом пилинге отбеливающий эффект написано. То есть он очень рекомендуется. Ну, наверное, будем честны, как все пилинги, людям с пигментацией. Девушкам, женщинам, мужчинам, всем, у кого излишняя пигментация, как у меня, например. У меня излишняя пигментация. Я всегда реагирую на солнце. Всегда мои веснушки с весной начинают активизироваться. И даже сливаются... Вот видите, здесь у меня сейчас одна вот такая веснушечка. Здесь они незаметные капельки, вот такие веснушечки, прям точечки. Но когда идет активное солнце, уже весеннее, они у меня проявляют свет и даже сливаются в пигментные пятна, в такие довольно большие. Вот здесь вот, вот в этих пока слава богу местах, вот не на щечках, там нигде, они у меня сливаются. Поэтому это выглядит, на самом деле, не очень красиво. Хотя я довольно спокойно отношусь ко всему этому, к родинкам, к этим веснушкам, к пигментации. Ну, не на все лицо. И слава богу, и то спасибо. Вот. Но все-таки я даже пыталась с этим бороться. Я люблю сыворотки с витамином С. Вот с большим количеством витамина С, который все-таки осветляет и плюс еще укрепляет сосудистую стенку. Именно поэтому я использовала для своего ухода, несколько раз уже рассказывала, и каждый раз стараюсь еще подчеркнуть. сыворотку со стабилизированным витамином С, 25% от бренда Новэксперт, да, от космоцевтического бренда Новэксперт. Я вот думаю, если вот так я сделаю. Ничего там не польется. Ой! Ага, ну все. Значит, все есть. Так. Все. Я все это сделала. Мне кажется, довольна абсолютно все себе как следует. По контурам везде-везде промазала. Избегая, конечно, области глаз. Наверное, не знаю, пальцем можно или не нужно. Мне просто, знаете, хочется прям... Ну все уже. Да, все. Ладно. Теперь я достаю, собственно, маску, которая у нас фольгированная. Она состоит, я прочитала, из двух частей. И сначала нужно на себя надеть нижнюю часть. Вот я сейчас ее достаю. А потом верхнюю. И держать 10 минут. Поэтому я сейчас все надену. А потом засеку время. Наверное, выключусь. И через 10 минут мы с вами будем все это снимать. Окей? Окей? Девчонки, окей? Пусть пройдет и мальчишки, естественно. Пусть у нас начнется процесс. Ха-ха-ха. Я прям похожа на Фантомаса. Ой. Я все так делаю. Что-то не надо снимать. Нет, не надо. Мать моя женщина. Ой. Ой. Ха-ха-ха. Кто это? Ой, кто это? Ой, что это? Это я. Это я, Ольга Лиман Франц. Мне кажется, у меня даже Света от страха ушел. Такая такая домашняя кофточка с девочкой у меня. Вот. И вот они мы. Я так стараюсь плотно прижать. Вообще, на самом деле, оно как-то и за счет фольги плотно не прижимается. Не сильно получается. Прям вот лоб вроде да. А вот как раз вот эти места, смотрите, вот эти. Не очень. Я вам скажу. А они обещали. Прямо такое плотное. Наверное, еще разговаривать не надо в это время. Все, мои любимые девочки и мальчики, я пока на 10 минут с вами прощаюсь. Через 10 минут снимаем, смотрим. Окей. Все. Стоп. Так. Прошло 10 минут. Я снимаю эту маску и смотрим результат. Так. Куда бы ее положить? Куда-нибудь сюда. Ну и что? Да. И написано. Значит, 10 минут прошло. Маску мы снимаем, выбрасываем. А вот то, что у нас осталось здесь, знаете, там как написано, надо оставить на всю ночь. Ну, судя по всему, маску надо было делать на ночь, наверное. Они пишут, оставьте остатки сыворотки на всю ночь и массажными движениями просто похлопывайте аккуратненько для лучшего впитывания и так далее. И оставьте на всю ночь для более, еще восхитительнее, чем у вас есть сейчас эффекта. Поэтому, ну, у меня день, а не ночь. Я не могу, наверное, все. Я даже не знаю, честно говоря, как это оставить сейчас это все. Наверное, ну, понятно, оставлю. Просто я уже приготовила свои средства, которые я хотела нанести, а вот прочитала, что, наверное, этого делать не нужно. Единственное, что я только вот беру сейчас вот такую вот от бренда Метод Жанны Пьюбер, я беру серия Ирилис, маску, увлажняющую маску для области вокруг глаз. Поскольку именно эту область мы не затрагивали, да, я хочу просто, я периодически забываю так тщательно ухаживать за областью вокруг глаз. Ну, не всегда делаю масочки, да, даже можно было бы вот прийти вечером в тот момент, когда завтра у тебя выходной, я могла бы прийти, но я так устаю, что я прихожу, принимаю душ и все, и умираю до завтрашнего дня. Ну, еще, может быть, лежа отвечаю на комментарии. То есть, в целом, я могла бы как раз сделать вот эту увлажняющую маску, что там делать-то вот так вот положил, а потом с салфеточкой убрал лишнее. Ну, я то забываю, то что-то еще, не всегда я делаю, поэтому сейчас я вспомнила и думаю, греха большого не будет, если я как раз вот дополню свой уход вот этой вот маской за областью вокруг глаз. А здесь, наверное, я не буду, я уже приготовила тоже вот сыворотка у меня от Биатера, мне как вот, ну, я ее заканчиваю, чтобы приступить к Шанель, но, не знаю, может быть, я буду одновременно использовать эти сыворотки. Может быть, это утром, Шанель вечером сыворотку, не знаю, поэтому я пока никак вам не сниму видео, потому что у меня продукты не заканчиваются никак. Вот, так что, ребят, вот такие вот дела, все, я вам, мы сегодня с вами сделали вместе эту маску пилинг, посмотрите, я не знаю, как вам эффект, тут еще же от цвета много зависит. Я надеюсь, что при этом свете, вот это обычный дневной свет, там без всякой подсветки, что вам хотя бы как-то достаточно хорошо видно. Ну, слушайте, вот эту часть можно, кстати говоря, было бы сейчас просто увлажнить. Мы сделаем это вот этим вот, это молочко-крем от Эмбриолис, от французского бренда Эмбриолис, который мне очень-очень нравится, я обязательно вам сниму, стопроцентно я сниму вам ролик по поводу этого бренда, по поводу продуктов этого бренда, тех, которые у меня есть, и тех, даже которых у меня нет, потому что я при моем всем желании, любви к этой марке, я не могу купить все, просто потому что это телемиле не хватает, да, что называется, но это нереально. Поэтому я расскажу хотя бы о том, что у меня есть, и покажу то, чего у меня нет, ну, например, что я хотела бы приобрести, или что мне нравится, вот, и так далее. Хорошо, мы так с вами договоримся. Ну, ребяточки, все, а на сегодня это, да, и еще напоследок я вам вот что скажу, у меня есть еще один продукт от бренда Старским, я вам его покажу, мы, наверное, его, может быть, исследуем в следующий раз. Что касаемо, подведем итог вот этого видео, мне кажется, вот я насмотрю на себя в зеркало, да, которое вот тут у меня стоит на окошке, мне кажется, что эффект хороший, насколько он, понятно, каждая маска дает, даже самая обычная увлажняющая маска дает хороший эффект, она просто дает эффект именно увлажненной кожи, а когда кожа увлажнена, да, то расслаживаются морщинки, то ты хочешь не хочешь, а все равно ты выглядишь лучше, кожа более напитанная, свеженькая, поэтому, конечно, ты выглядишь лучше в любой маске, думаю, что долгий какой-то эффект, это надо не просто делать эту масочку, как я, раз там, в какое-то короткое, в какой-то, наоборот, в огромный промежуток времени, надо делать на постоянном основании, на постоянной основе, да, поэтому, но в любом случае мне понравилось, она дорогая была эта маска, я ее купила на распродаже, уже она была со скидкой 699 рублей, одна эта маска, да, вот, я не знаю, думаю, что она стоит своих денег, просто мы можем с вами воспользоваться и чем-то другим, да, можем этой маской, можем чем-то наименее, может быть, дорогим, я думаю, есть какие-то аналоги, можно будет их найти, но эта маска произвела на меня хорошие эффекты, я плохого ничего сказать не могу, мне вот даже кажется, что вот я вижу, чуть-чуть как будто бы даже отбеливание, как будто у меня лицо прям посветлело, я не знаю, заметно ли это на камере, но на самом деле так, поэтому мне понравилось просто, например, я, ну, не в состоянии каждый раз даже на акции по 700 рублей за маску платить, но в качестве испытания, в качестве рассказать вам эксперимента или попробовать достойно, достойно, мне понравилось, и еще хочу сказать, что, допустим, такие вещи хорошо бы дарить в подарок, часто приходят люди, спрашивают женщины и мужчины, что бы такое вот у девушки все есть, или у женщины там полный достаток, она может сама себе купить, ну, что бы можно было бы подарить вот, ну, такое, да, ну, необычное, может быть, или вот достойное там, ну, как-то, хочу сказать, вот такие вещи вы вполне можете дарить, вполне будет достойно, интересно, работающий, самое главное, в целом, мне кажется, мы с вами в этом убедились, все, надолго не буду, без ушки, без ушки, была рада, если вы были со мной, было, буду рада, если хоть какая-то капелька вам информации покажется полезной из этого ролика, а в следующий раз вот такую вот масочку попробуем, да, если я ее раньше не положу себе на лицо, то мы, это у меня еще какая-то, знаете, пилинг-спонж, пилинг-спонж от этого бренда, я его купила на Новый год, купила много что от Старски на Новый год, были акции большие на этот бренд в нашем Ривгоше, я много чего купила, но я подарила абсолютно все, что я взяла от Старскин, осталось у меня только вот эта вот маска, как это, пилинг-спонж, все остальные вещи от Старскин я раздарила, поэтому попробуем его, да, мне само интересно, что это за пилинг-спонж, как он работает и так далее, до следующего видео, девчонки, мальчишки, пишите комментарии, ладно, без ушки, без ушки, рада, что вы на моем канале со мной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!